Вы мне обещали позвонить! Где вы? Обозвонила клинике по Нижнему Новгороду? Я думала, я сейчас узнаю много всего, мне будет очень интересно. Нифига! Просто такое позорище! Этого администратора посадили рядом с другим администратором, с опытным, и подумали, что он его научит. Мы уже и так попробовали, и так, а там прям балбес-балбесом. Подходить к обучению правильно. Скрипты играют очень важную роль. Мы сегодня с вами разберем тему администраторов. В принципе, по презентации очень много повторений будет, поэтому от презентации будем немного отходить. По всем вопросам обязательно отвечу, все расскажу. Мы сегодня будем углубляться именно в ту тему, как научить администратора, как его оставить, как сохранить, как его поддержать, что важно именно для администратора, что собственник, управляющий должен понимать для того, чтобы обучить сотрудника. Меня зовут Алена, я куратор по обучению. Обучаю администраторов-кураторов. В среднем провожу где-то в неделю встреч, наверное, 40 с администраторами, и на данный момент пока встреч от 5 до 8 с кураторами. По клиникам где-то 30-31 клиника, каждую неделю в работе обязательно. А сами были куратором? Куратором нет, не была. Именно в продажах, да. Администратором тоже не была. В команде «Демократ» я недавно, но в целом опыт работы именно в обучении персонала, администраторов. В колл-центре я работала, у меня была своя группа на 45 человек плюс, я их набирала, адаптировала, обучала полностью. То есть с администраторами 3 года работала, в колл-центре на своей группе тоже 3 года работала. Опыт достаточно большой в обучении, и сейчас как бы быстро влелась команда, очень нравится работа. Вот. Так, мы сегодня с вами разберем, ну, самый банальный образ администратора, поговорим о каких-то общих фактах, объясню для чего. Обязательно ЦКП-администратор сегодня проходили, быстренько прям пропустим. Зачем нужны скрипты здесь? Мы прям углубимся, немножечко дам больше информации, чем в презентации есть. Эффективные правила звонков обязательно тоже сегодня обсудим. Отзывы, как собирать, как мотивировать, именно мотивировать пациентов и мотивировать персонал для того, чтобы они собирали. Роли АМСРМ в работе администратора, именно с точки... АМСРМ уже разбирали, да, была презентация, мы здесь разберем именно с точки зрения пользы для администратора, то есть как управляющему собственнику объяснять администраторам. И как построить систему контроля, в принципе, сам контроль. И что нужно сделать для того, чтобы администратор в нашей клинике все успевал, потому что задач очень много. Чуть побольше, да, именно про скрипты поговорим. Понятно, что для самой клиники, да, для собственника скрипты играют очень важную роль. Как минимум, в первую очередь, они составлены по всем правилам эффективной коммуникации. Здесь в любом случае это скрипты проверенные временем, да, мы не просто так разговариваем. То есть работают по проверенному алгоритму, сокращается АХТ, среднее время обработки заявки, низкий процент слива пациента, но нам важно, как к управляющим, как к собственникам, даже к кураторам, очень важно объяснять именно администратору, для чего ему нужны скрипты. Потому что, ну вот, как бы я сталкивалась с таким возражением, когда администратор мне говорит, мне скрипты не нужны, я и так классно разговариваю. Я записываю пациента, все замечательно, зачем мне нужны скрипты? Я умею формулировать в моменте. Нет, без скриптов мы к этому не придем. Нового администратора ни в коем случае нельзя учить формулировать в моменте. Все начинается со скриптов, все начинается с проверенной базы. Этапы изучения скрипта. Вот здесь давайте прям поподробнее тоже расскажу пример. Буквально две недели назад должны были выйти на встречу с клиникой, не выходит раз в неделю, не выходит вторую неделю. Спрашиваю собственника, что произошло? Она говорит, ну, уволили администраторов, плохо работали. Подходить к обучению правильно. Да, то есть у нас есть разные типы людей, там визуалы, аудиалы, все по-разному воспринимают информацию. В принципе, вот скажите по своему опыту, кто-нибудь вообще задавался этим вопросом? У вас в клиниках, вы знаете, какие сотрудники у вас, как им предоставлять информацию? Что нужно соблюдать обязательно в скриптах? Давайте тоже быстренько проговорим. Всегда через улыбку, всегда правило имени, знать продукт, обязательно своих докторов, прайс, побуждать записи через давайте, всегда мотивация через давайте, давайте запишемся, давайте выберем день, инициатива при разговоре, то есть это перехват, мы задаем вопросы, нам отвечают. Ценность доктору в каждом звонке должна быть, выбор времени обязательно, ну, выбор времени не так, что у нас есть понедельник, вторник, среда, четверг, в 4, в 5, в 6, такие тоже есть, не давайте столько вариантов, два варианта времени всегда. Правило приветствия, всегда одно, представляем клинику, представляемся сами, обязательно представляемся, чтобы люди узнали, как к нам обратиться. правило перехвата, держим инициативу в разговоре всегда, задаем встречные вопросы, каждая наша фраза должна заканчиваться или вопросом к пациенту, или мотивацией на запись. Пауз, молчание быть не должно. Правило имени, минимум 3 раза назвать человека по имени в разговоре, вовремя познакомиться. Правило паузы, в обязанности администратора также обязательно входит сбор отзывов, и вообще, в принципе, низкий рейтинг напрямую влияет на конверсию, поэтому отслеживать количество отзывов очень важно. Как думаете, вообще низкий рейтинг, это значит низкое качество? Неэффективность администратора. Ну, не совсем, не только администраторы, да, все правильно, низкий рейтинг, это не всегда плохое качество обслуживания, это просто значит, что очень мало внимания уделяется, да, именно со стороны администраторов, управляющих, кураторов, собственников и так далее, просто этому моменту уделяется мало внимания. Здесь именно администратору, да, корокоды на ресепшене, администратор напоминает пациентам, помогает зайти. Бланки отзывов в печатном формате лежат всегда в доступном месте, чтобы все пациенты их видели, могли спокойно оставить отзыв. Фото с доктором, классно, но здесь немножечко посложнее, да, мы смотрим на пациентов, если он доволен, никуда не торопится, можно предложить, если доктору он свободен, можно предложить. Роль АМСРМ в работе именно администраторов, да, давайте тоже быстренько пробежимся. Это задача обработка уходящих звонков, чем помогает администратору, автоматизация работы, то есть отправка смс, сбор информации по пациенту, представление задачи, есть возможность коммуницировать через мессенджеры, сокращает очень большое количество времени, в принципе, ну и какое-то дополнительное касание с пациентами. Запись звонков для администратора классная штука, потому что дает возможность анализировать и делать самоанализ, ну главное научить этому администратору. Как построить систему контроля? Тоже давайте быстренько проговорим. Я болтушка, я уже затянула, я знаю. Так, как построить систему контроль? Всегда, естественно, это планерки, ежедневные пятиминутки. Самое важное, здесь не только задачи и разбор ошибок для администратора, обязательно обратную связь собираем, что нравится, что не нравится, что успеваете, что не успеваете. Обратная связь должна быть 100%, обязательно должен быть контроль. Поставили задачу, в течение дня контролируем, говорим, что знакомимся сегодня целый день, в 12 часов дня зашли, послушали звонки, знакомиться классно, в 3 часа зашли, послушали звонки, не знакомиться, подошли к администратору, бумажку ему налепили, еще одну, знакомимся, в 6 часов налепили, хоп, третью бумажку, знакомимся, через 5 бумажек администратор будет знакомиться. Если мы на неделю забыли про эту задачу, администратор не будет знакомиться. Учитесь выявлять своих сотрудников слабые и сильные стороны для того, чтобы их отрабатывать. Вот про УКК сегодня говорили, слабые и сильные стороны. Вы тоже как бы это можете делать, разговаривая со своими сотрудниками, наблюдая, анализируя. И подтягивая слабые и сильные стороны, составляя какие-то личные планы и зоны роста для администратора. Можно ввести такой инструмент, как отчеты. У нас в нескольких клиниках есть, каждые три часа администратор скидывает отчет. Сколько по времени он поговорил, сколько пациентов он первичных записал, сколько пациентов у него пришло. Но опять же, этот инструмент вводится только в тех случаях, если мы не понимаем, чем у нас администраторы занимаются, а результата нет. Можно ввести такую штуку, чтобы просто проанализировать за неделю, понять и как-то помочь администраторам. Ну и в конце, естественно, анализируем полностью всю деятельность, количество задач, нужен ли нам второй администратор. Так, в целом все.